У нас есть лаборатория в Алистандарте, в которой мы занимаемся именно испытанием игрушек. К нам идут наши инспекторы по торговым точкам, проверяем, например, привозимые продукты, которые у нас вводятся с других стран. Вся продукция игрушек, которая доступна на прилавках страны, проверяется и сертифицируется. Среди основных поставщиков КНР, Узбекистан, а в последнее время еще и Россия и Казахстан. Таджикстандарт поставляет нам образцы этих игрушек с мест реализации для тестирования. И если раньше мы проводили его на основе ГОСТов, то с 23 февраля этого года мы работаем на основе технического регламента Таджикистана. Этот регламент принят правительством и имеет обязательную силу. При сертификации детских игрушек проверяется состав материала на токсичность, функциональность игрушек, их безопасность для ребенка. Еще один важный момент – контроль за соблюдением соответствия определенному возрасту. Так, например, к игрушкам для детей до 3 лет предъявляются особые требования. Они должны быть безопасными для ребенка, находящегося без присмотра в кроватке или манеже. Достаточно прочными, чтобы исключить возможность уколов, порезов. Сконструированными таким образом, чтобы ребенок не мог их разорвать, разобрать или раскусить. Ну а также без грубых поверхностей и острых краев. Кроме этого, краска должна быть крайне устойчивой, потому что маленькие дети тянут игрушку в рот, а слюна может растворить краску, которая в итоге попадет во внутренние органы и нанесет вред. Только при соблюдении всех этих требований, производители и импортеры продукции могут рассчитывать на получение сертификата соответствия. В противном случае, извините, до свидания. Многие игрушки из КНР не соответствуют стандартам. В это же время игрушки из России имеют все сертификаты и указан состав «Возрастная группа детей». Но мы все же перепроверяем все данные. Каждый родитель перед покупкой должен уточнить инструкции к игрушке у продавца и запросить сертификат соответствия. Если он отсутствует, мы не рекомендуем приобретать этот товар, потому что нет гарантии качества и безопасности. Не забывайте, что есть предприниматели, которые специально завозят игрушки низкого качества из-за цены. Кстати, сейчас в Испаре открылось предприятие, которое производит детские игрушки. Мы проводим разъяснительные работы, чтобы привести их стандарты к техническим регламентам с тем, чтобы поддержать отечественного производителя. Та продукция, которая не имеет сертификата и продается на базарах, изымается. Мы с прокуратурой проводим рейды и проверяем наличие подобной продукции и при наличии уничтожаем их. Итак, дело сдвинулось с мертвой точки. Но все ли токсичные вещества включены в список недопустимых? Например, фталаты. Эти вещества добавляют в пластик для придания ему мягкости и гибкости. Но они пагубно влияют на печень, почки, мозг, эндокринную и репродуктивные системы. Наибольший вред фталаты наносят детям, когда они пробуют игрушку на вкус. Как вы понимаете, производители стараются не указывать фталаты в составе товаров, скрывая их за общими словами «пластмасса» или «отдушка». Предусматривает ли разработанный регламент проверку на данное вещество? Да, фталат содержится во многих игрушках. И те стандарты, которые мы использовали раньше, не учитывали наличие фталатов. Но сейчас в наших планах до конца года включить фталаты в регламент. Итак, частично мы уже защищены. Новые поправки будут вноситься постепенно. Но ведь наверняка на рынках страны до сих пор есть не сертифицированные товары. Как в таком случае быть потребителю? Мы должны знать свои права, как потребитель. Вот мы должны, когда при покупке того или иного продукции, игрушки, там или другая, другая продукция, мы обязательно должны защищать свои права и потребовать от продавца наличие подтверждающего документа о безопасности данной продукции. В данный момент документ называется «Светскатор соответствия». При наличии «Светскатор соответствия» мы можем спокойно провести данный товар. У нас есть телефон доверия 233-68-69, телефон доверия Алекстандарта. Любой изготовитель, любой потребитель при ущемлении их прав, например, со стороны продавцов, может спокойно, открывать Алекстандарты или в письменном виде, мы готовы оказать вам помощь. Субтитры создавал DimaTorzok